Как вы видите роль России в регионе в будущем? Я думаю, что она имеет свое место, историческое, традиционное, культурное. Мы в Кыргызстане ценим роль России. Мы сегодня являемся, вот уже на днях буквально все парламенты стран Еврозеса ратифицируют наше членство Еврозеса. Мы всеми корнями историческими, культурными, традиционными входим в это пространство. Мы будем поднимать свою экономику, промышленность. Я полагаю, что у нее есть законное место. И последний вопрос, тоже адресованный от коллег. Наверное, вам его много раз задавали, но просили озвучить. Вы возглавляли, пришли к власти в Кыргызстане в 2010 году, когда разразился этнический. Конфликт. Считаете ли вы тоже себя ответственной, как человека у власти, за те события? Или несете ли ответственность? Как вы вообще расцениваете эти события? Вы знаете, вот в 2010 году у нас вся власть, как и в Украине сегодня, есть с чем сравнивать. Она пала. Бакиев и вся его семья, вся его клиентура, она бежала. И мы находились у власти в очень тяжелое и сложное время. Речь шла об изменении курса правления, потому что авторитарный стиль правления в Кыргызстане не сработал уже дважды. Мы повернули страну через референдум, на котором утвердили новую конституцию, повернули страну в парламентскую форму правления. И это были критические, решающие наши дни. Воспользовались этим третьи силы, которые сумели развязать конфликт между узбеками и киргизами, простыми людьми. Вот сказать, что мы, временное правительство, это сделали никогда. Мы к этому не имеем никакого отношения. Совладать с позицией там, на месте, и не допустить кровопролития было очень трудно. Это все уже разразилось, случилось. Причем это накапливалось. Мы не первый раз встречаемся с этим, 1990-е, 2010-е. Но, по сути, мы были временное правительство. Поэтому сказать, что мы к этому никакого отношения не имеем, это было бы нечестно. И, конечно, мы были временная власть, но были власть на то время. Случилась трагедия, случилось горе. Мы взяли на себя ответственность. Я допустила, я думаю, что нигде нет на пространстве СНГ такого, допустила приход международной комиссии. Исследовавшей, расследовавшей. Вы не найдете это ни в каких других таких больших конфликтах. И по результатам этого расследования ясно, что геноцида там не было, военных преступлений там не было. Есть, безусловно, преступления, которые должны быть доказаны и разобраны в справедливом суде. Вот чем закончился тогда кризис. Я очень сожалею и склоняю голову перед памятью всех тех невинно убиенных людей. Мы сделали все возможное. В 3-4 дня мы остановили этот кризис. И это не могла сделать советская армия в 1990 году в течение месяцев. Я думаю, что временное правительство Кыргызстана тогда сделало все, что могло сделать. Мы будем помнить об этой трагической странице истории Кыргызстана. Мы как могли восполнили потери людей, у тех, у кого разрушены были дома. Конечно, жизнь невозможна восстановить людей, но это все сейчас есть в нашей истории. Ни один элемент не скрывается этого. Мы переживаем по сегодняшний день это все.